И это не трансфер-фактор. Кто из Советского Союза, поднимите руки, Руда, вот у вас этого, у нас этого не было. Выоказываетесь, чего не было тогда? Да? Именно это. И об этом, и о разных сторонах именно вот этого, того, чего раньше не было, сегодня расскажет нам человек-врач-легенда. Это человек-легенда. Так красиво, да? Эх, да! Это непростой человек. Вы знаете, в лихие девяностые, в девяносто первом году этот человек организовал в Ульяновской области, в городе Димитровграде, первую клинику частную. Таких еще не было. Представляете, сколько за 30 лет этому человеку нужно было пройти? Это не только врач, который имеет множество специализаций и званий. Это еще человек-талантливейший предприниматель. Это человек, который, узнав о трансфер-факторе, настолько быстро, практически моментально стал интернешном. О, сейчас бронза, да? Бронза. И развивает структуру свою в различных городах, особенно Татарстан. Вот почему-то полюбился, да? И вы вчера видели такую команду врачей. Это человек, который в своей клинике ЛИКОН подписал, сразу же что сделал? Подписал всех своих врачей. Правильно? А, не всех. А, не всех, да, еще? Осталось над чем поработать. Итак, прошу любить и жаловать заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Евгения Николаевна Паркенова! Аплодисменты! Вот так нельзя людей представлять. Я уже забыла, зачем мне сюда зашло. Нужно так. Ну это невозможно просто выдержать такой набор эмоций. Оля, ну прям караул, спасибо большое. Название, да. Название здесь. Я его тоже назвала. Так вот, for life research. Это название нашей компании, для тех, кто не помнит. И for beautiful sex. Ну это, да, прекрасная и дивная жизнь. Ну, перевела. На всякий случай. Лекция это очень большая. Она полуторачасовая. Я буду быстренько кликать какие-то моменты, да? По сексологии, если нужно, можете мне позвонить. Индивидуально пошепчемся. А сейчас я какие-то основные теоретические вещи скажу. Но там будет тоже практика интимной близости. Но как-то прям штрихами. Потому что, ну если мы сейчас подробно тут начнем разговаривать, то, наверное, нам голову уже не надо будет. Мы сразу пойдем. С примерами. А, да, с примерами. Да, и програмами. Из практики сексолога. Ну тогда точно остаемся и как бы, вот. Ванечка, значит, я нажимаю вперед. Вот так, правильно? Вот. Да? Ну вот. Сексуальное здоровье. Это комплекс соматических, это значит, что-то в теле, да? Эмоциональных, социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви. У нас, оказывается, способность к любви у всех разная. Зависит от массы критерий, от массы различных обстоятельств в жизни человека, в основе которой лежит право на информацию в области сексуального и полового просвещения. Включает в себя свободу от чувства страха, вины, ложных представлений, нарушающих сексуальное взаимодействие. Вот классическое определение того, что мы называем сексуальным здоровьем. А если есть сексуальное здоровье, то, конечно, есть сексуальная гармония. Это как бы априори. Но если его нет, то мы, ну, как бы тогда попадаем под понимание дисгармонии. И дисгармония у нас делится на две части, в основном, даже на четыре. Это полная гармония, частичная гармония, полная дисгармония и частичная дисгармония. Мы с вами немножко поговорим. Вот следующее определение. Сексуальная гармония — это нарушение согласованности, интимных отношений между половыми партнерами. Причиной этих дисгармоний является как личностное, так и физическое несоответствие друг к другу, мужчине и женщине. Вот вообще общепринято в сексологии делить четыре вида сексуальной дисгармонии. Это социально-психологическая, сексуально-поведенческая, дезинформационно-оценочный вариант. Вот этот вариант дисгармонии лечится вообще одним приемом у сексолога или психолога, и на этом все заканчивается. Четвертый вариант — это сексуальная дисгармония вследствие расстройства сексуальной функции у мужчин и женщин. Но тут надо включать некоторые методики, фармацевтические препараты, наблюдения. Мы про это сегодня не будем, это вот на приеме, конкретно, лично. Поэтому, в принципе, вот первых три. Социально-психологическое — это нарушение межличностных отношений. Вот здесь причины все указаны. Их пять в основном. Это отсутствие взаимных чувств любви и уважения, которые очень быстро, а быт, разбиваются в нашей обычной жизни. И супруги, которые находятся, ну вообще не важно, супруги или не супруги, а партнеры. Не компания For Life, а партнеры по жизни. Если у них нет взаимного чувства уважения и любви, то мы влетаем вот в такой социально-психологический тип. Ну, черты характера, негативно воспринимающих друг друга. И соответствие взглядов, интересов, наличие негативного отношения к мужчине, к своему, как к мужчине, как к мужу, как к отцу, как к хозяину. Ну и несоответствие материально-бытового состояния семьи с запросом каждого из них. К примеру здесь может приводить множество. Я вам схематично вот просто накидываю, чтобы ориентировать, в каком варианте вы находитесь. Ну вот это сексуально-поведенческое. Начинается с первых же половых актов. Здесь несоответствие диапазона приемлемости ласк. Есть такое понимание в сексологии диапазон приемлемости ласк. Как правило, у мужчин он шире, у женщин он поуже, хотя последние 10 лет вообще встречается совершенно наоборот динамика. Женщины предлагают что-то более яркое, интересное, какую-то движуху стали вносить в сексуальные отношения, а мужчины как-то так в расслабухе наблюдают. И что это такое? А поскольку ощущают внутри некоторую несостоятельность в вариациях техники, то как бы начинают необоснованно подозревать своего партнерша. Но сегодня информация огромное количество, любая кнопочка в интернете вам выдаст вообще любые самые невероятные вариации и интерпретации интимных отношений. Но и здесь, конечно, очень важно, что между партнером всегда должна быть оптимизация техники, условия проведения полового акта, как в предварительном периоде, как в присоокупительных движениях, так и в периоде заключительных ласк. И как бы партнеры должны понять, какие наиболее усиливающие сексуальные возбуждения приемлемы в данном интимном диалоге. Вот это дезинформационно-оценочный вариант. Это отсутствие знаний. И мы всегда, партнеры, начинающие интимную жизнь, они на каких-то моментах думают о том, норма это или патология, когда видят какие-то очень интересные или очень энергичные, или очень необычные предложения в диапазоне приемлемости ласка. Но это мы пропускаем. Теперь мы говорим о том, что секс – это взаимодействие, это общение двух партнеров. И общение, как правило, можно вот так разделить на несколько вариантов. В данном случае я на этом слайде вынесла пять вариантов диалога в сексе. Но это обсуждение с использованием медицинской терминологии или сексологического словаря. Это приблизительно, как я вам сейчас говорю, например, что «дорогой», ну какой вам пример привести? Ну, например, женщина говорит своему мужчине сексологическим словарем, «Мой дорогой, наша техника в прелюдии очень напряженно, она меня не устраивает, она не добавляет возбуждения в формировании доминанта оргазма». Поэтому я не успеваю дойти до нужного уровня возбуждения, поэтому я тебе предлагаю добавить времени предварительных вас. Ну, если еще в этот момент объяснить, почему это время нужно пролонгировать, ну тогда можно так, идти на социологический прием. Ну, конечно, так практически никто не разговаривает. Но тем не менее, ребят, есть такой язык, и им можно пользоваться. Ну, использование детского языка — это приблизительно то же самое, только вы выражаетесь, ну, я не знаю, там, лагающим называете пещеркой, там, не знаю, благочленом вы там называете, ну, еще как-то там, как вы придумаете, да, и целую сказку можно развернуть на эту тему, хоть про головка, хоть про головка, хоть про головку. — Я посмотрела. — Хоть у тебя прям головой, да, признаки сексуальности на лицо, да, когда я буду говорить, как выглядит сам бисексуальный мужчина, я попрошу всю аудиторию посмотреть конкретно на тебя. Ты согласна? — Итак, если это все сложно, использовать сексологический язык, и даже сказка про головка тоже сложно, а неудовлетворение в интимном диалоге есть, то тогда можно молча, просто, мануальное управление партнером. То есть вы конкретно берете свою ручку, я про дам сейчас говорю, кладете на крестец мужчины и управляете ритмом, глубиной, ну и всеми другими параметрами. Понятно, да? То есть молча, но вот так, вы управляете. Хочу сказать, что мужчины, как правило, ведут интимный диалог с кипуриом. И, милые дамы, не заблуждайтесь, что они знают все, тем более про вас, такую необычную принцессу, у которой все как-то по-своему. Поэтому вы ничего не должны ждать. По сути дела, идя в интимный диалог, вы с моим партнерами должны рассказать инструкцию по вашему применению. Да когда приносите телевизор домой, вы же... Ну, как-то пытаетесь понять, какую кнопку. Да, вот я сейчас даже Ваня спросила, Ваня, ну куда же до Жваня-то? Да. Ну и когда вы собираетесь иметь секс с мужчиной, то все-таки до периода прелюдии вы как-то должны сказать все-таки, какие эрогенные зоны вам нужны, от которых вы заводитесь, которые не нужны, потому что вообще-то в силу их 22 эрогенных зоны, и как-то вы должны хотя бы намекнуть, потому что ежели вы начнете ожидать, что мужчина пройдется по всем 22 и найдет обязательно, то это может очень затянуться, и как-то, в общем, не очень. Поэтому вот вы просто должны об этом говорить мужчине, да? Ну и дальше. Да, кстати, сегодняшнее домашнее задание будет написать инструкцию гейши. Так, приходите в номер, берете ручку, берете бумажечку, и тихо пишите из всех эрогенных зон, которые для вас важны, и не забывайте, ну это так, про основной сексологический закон работы эрогенных зоны я скажу чуть попозже, да? Про трансфер-факторы тоже не забуду, не переживайте. Итак, значит, мы с вами остановились, да? Мануальное управление партнером. Второе, изменение тела в пространстве. То есть даже если руку как-то вам и комфортно проявить, инициативу в таком варианте, тогда просто сами меняете. Просто мужчине непонятно, где и на каком, в каком пространстве ваши эрогенные зоны будут максимально задействованы в интимном диалоге. И только вы можете сказать и понять, что вам хорошо, что нет. Если есть определенные, ну, так скажем, сексологические характеристики, женщина, у которой клитор выше расположен от входа во влагалище, ей нужно подложить обязательно под таз подошечку, чтобы при прогибе, это главное, эрогенная зона клитор вошла в зону возбуждения и начала быстро формировать доминанту оргазма. А то есть так не добежим. То есть изменение тела в пространстве, это вы сами. И это скорее даже не игра, чтобы попробовать все 99 позиций, которые нарисованы в трактате Векта Персика, а это именно поиск оптимального пути набора полового возбуждения. И в принципе каждая женщина должна знать свой эротический код и в принципе выдать своему партнеру. Ну, вот так должно быть по идее. Дальше. Ну, что в сексуальной гармонии? Вот есть две вещи. Физиологическое обеспечение сексуальной гармонии и психологическое. Ну, психологическое, я вам сейчас бегом прям, а вот на физиологии мы остановимся побольше, поскольку все-таки я доктор. Значит, психологическое обеспечение – это сексуальная грамотность, знание диапазона приемлемости ласк, это применение теории на практике, вот это способность. Вы сегодня мою лекцию послушали, пришли домой, ну, послушали Фарфенову, ну и послушали. Хорошо, конечно, поржали, ну и бог с ним. Нифига. Вот вы что-то… Какое-то слово я сказала неправильно. Ну, короче, вы должны что-то изменить, что-то поискать. Ну, потому что зачем же вы все тогда это слушаете? То есть какое-то умное слово. Интериоризация, да? Ну, а вот применить на практике. Правда, в прошлый заезд все пошли практиковать и в аптеке кончились с презервативом. Сыск, понимал, минимал. Создание мощной психологической атмосферы для вовлеченности в секс – эффект Казанова. Ну, вот вообще Сергей Сергеевич Либих, основатель школ нормальной сексологии, Санкт-Петербург, кафедра психиатрии, и Васильченко, аналогично, но Украина, они создали вот такую потрясающую, на мой взгляд, очень простую классификацию полуролевого поведения в прелюдии до секса, как люди себя должны вести. Оказывается, вот должна быть гармония, основанная на знании четырех типов мужчин и четырех типов женщин. Это очень простая, такая доступная классификация. В принципе, социально мы понимаем, кто в жизни ведет себя как женщина-мать, как женщина-агрессор, как женщина-пассивно-подчиненная, но это только, это не психиатрическое состояние, а это психологический профиль, то есть достаточно легкий. И женщина-дочь. Ну, те четыре типа аналогичные. Мужчина-отец, мужчина-агрессор, мужчина-пассивно-подчиненный, мужчина-сын. Но сочетание здесь должно быть какое? Женщине-матери в полную гармонию нужен мужчина-сын. И у нас в России вообще тип полуролевого поведения в интимном диалоге женщины-матери это вообще гипер. Это гипер-гипер-гипер самый большой тип в этой классификации. И им для жизни нужен, для гармонии, для прекрасного набора полного возбуждения и почти одновременного оргазма в интимном диалоге нужен мужчина-сын. Но здесь есть такая штучка, таким своим гипертрофированным материнским инстинктом мы из мужчин делаем мальчиков, которые не устраивают нас в социуме, как мужчина-глава семьи, мужчина, да. И это очень важно, когда мы взращиваем своих детей, особенно если в семье есть мальчики. И вот это очень важно. Но мужчине-отцу, наоборот, нужна женщина-дочь. И здесь вот пассивно-подчиненный мужчина, ему нужна агрессивная женщина. И наоборот. Вот это классическая гармония. Есть, например, такой треугольник. Женщина-мать и, если мужчина-отец. Они на одной линии родительской. Это взрослые люди. Внешне этот брак вообще шикарно смотрится. У них все. И машина, и квартира, и дача, и кандидатская, и, короче, и трансфер-факторы. Они могут себе позволить покупать по полной программе и пить круглый год всей семьей. Но в этом браке будет заложена однозначно любовница или любовник. Потому что периодически человек должен играть ту роль, которая по классике подходит этому партнеру. В принципе, в каждом из нас есть все четыре типа. Но что-то преобладает. У российских женщин, блин, преобладает женщина-мать в огромном количестве. Ну, вот женщина-вайт, да, с гипертрофированным материнским инстинктом. Вот женщина-агрессор, она все время соревнуется со своим мужчиной. Вот эта женщина-пассивно подчиненная, которая любит активный секс, но всегда играет в жертву. Вот эта женщина-дочь, секс для этой пары вообще как бы дело десятое. Они вот в эротику играют и вот в такие вещи. Мужчина-отец, он руководит всем процессом в интимном диалоге. Мужчина-агрессор, это, ну, он не любит, когда ему сопротивляется, да и никто и не смеет ему сопротивляться. Мужчина-пассивно подчиненный, это вот мужчина-романтика, о котором женщины мечтают все. Да, его королева имеет сильный и властный характер, мужчина уважает ее силу, при людии она повелительница, а он преисполнит страсти раб. Понимаете, вот все мечтают об этом, ну, ночью, да, а утром хочется, чтобы он шел и зарабатывал большое количество денег, вел крутой бизнес и вообще был таким, да. И вот здесь это психологическая такая диссонанс или дисгармония. Поэтому надо себе понимать, в какое время суток и какие стороны своего характера вы печатли. Желательно делать это осознанно. Ну, мужчина-сын, понятно. Вот, про совместимость я вам сказала. Если хотите подробно, это отдельная лекция, но как бы мы давайте к физиологии, потому что здесь реально есть какая-то информация, которую можно прямо вот взять в свой актив и сделать свою сексуальную жизнь богаче, интереснее и покраше. Вот это половой цикл женщины. Половой цикл женщины-мужчины создает из одних и тех же фаз. Их семь. Вот здесь они обозначены. Только длительность этих фаз разная. Вот, смотрите, вот это мужской цикл тот был. Женщина, вот этот мужчина. Вернемся к женщине сначала. Итак, предварительная нейроморальная готовность. Но нейроморальная, мы все понимаем, что мы имеем какой-то врожденный потенциал для секса. Как выглядит самая сексуальная женщина? Ваня, ты знаешь, как выглядит самая сексуальная женщина? Конечно. Ваня знает. Итак, самая сексуальная женщина. За сексуальность и за либидо у нас вообще-то отвечают гормоны, конечно, да? У женщины два гормона отвечают за ее либидо, за ее влечение к противоположному полу. Это наш женский эстроген, гормон первой фазы менструального цикла, да? Он и подгоняет женщину к середине цикла, к сексу, потому что в середине цикла выходят яйцеклетки, ее бы надо оплодотворять и иметь потомство. На этом базе стоит эволюция наша. И второй гормон у женщин это тестостерон, мужской гормон. Он вырабатывается у женщины в основном в коренных почечках, да? Вот эти уровни этих двух гормонов определяют сексуальность женщины. Итак, если у женщины много эстрогенов, то как она выглядит? Вы все же знаете, у нее хорошо выражен лист, у нее хорошо выражена талия и бедра. Это женщины для рождения детей, да? Они, как правило, глаза с поволокой, и вот голос у них, как правило, бесклявый. Ну, извините, не убежать, пожалуйста, ну так, для иллюстрации. То есть высокий. Так, как выглядит женщина, у которых много мужского полового гормона? Это женщина, у которой везде растут волосы, которые ходят на эпиляцию, без конца в косметологические салоны. На лице у нее растут волосы на верхней губе, на пигментный кружок вокруг соска, да? Ареола на ней, есть дорожка от лона до пупка, хоть несколько волосинок, но они бывают. И, конечно, обильная растительность на ногах, с которой она бесконечно боится, да? У этой женщины широкие плечи, узкий таз, и у нее, как правило, не очень бесклявый голос, ну так, среднего темпа. А прикиньте, если у женщины то и другое, и выраженный бюст, и выраженная пума, и талия, и волосы на верхней губе, вот, да? И вот это самая сексуальная женщина. Из этой группы женщин 8% являются мультиоргастичными. Это те женщины, которые за один и тот же половой акт испытывают несколько оргазмов. Это может быть серией 7-8 оргазмов. Таких женщин всего 8%. Мужчины только 8. Остальные монооргастичны. А 45% женщин даже на сегодняшний день не имеют оргазма вообще и не знают, что это такое. Хорошо, если у них есть эротический оргазм, а вот физиологического не бывает. Характеристики оргазма скажу позже. Итак, переходим. Ну давайте уже про мужчин тоже сексуально скажем. Дело в том, что в сексологии есть такой закон. Особь мужского рода растет вверх до тех пор, пока в организме, в крови не наберется достаточный уровень мужского гормона тестостерона, который необходим для формирования сперматозоидов. И вот пока этого уровня нет, особь и растет, и растет. И получается мужчины для волейбольной команды 2 метра роста. Не зря говорят, мал золотник-то дорог, да? Мужчины среднего и ниже среднего роста они остановились в своем росте раньше, потому что тестостерон у них дофигища. Понятно, да? То есть они уже в 10 лет имеют сперматозоиды, которые начинают накапливаться в семянном пузырьке. И где-то лет в 14 у них начинаются полюции непроизвольные, семьизвержения, которые говорят о том, что все, мужчина может дать потомство. Ну, полюция и менструация – это один и тот же маркер зрелости, особи, ну, человека. Итак, значит, нейрогуморальная готовность – это вот, да? Теперь вы знаете, сейчас посмотрите на соседа справа, на соседа слева, быстренько определите, да, кому чего. Да. Ну вот, психическая составляющая стадия – это вот то, о чем я вам говорила, гармония психологической совместимости людей, да? Мы подходим к человеку, и мы понимаем, да, вот это мой мужчина. Нет, это не мой мужчина. Мы все это знаем, и про женщину то же самое. Сенсорная стадия. Вот здесь, просенсорная стадия, 22 эрогенных зон у человека. Прямо сейчас быстренько. Ваня, ну, я с тобой как со временем? Я сейчас увлекусь, вот караул вообще. Ваня, иди, пожалуйста. 10 минут. 10 минут. Так, эрогенных зон 22 у мужчин и у женщин. Это рецепторы, которые при прикосновении начинают откладывать в кору голову нового мозга, где формируется доминант оргазма, определенный уровень возбуждения. Итак, Сергей Сергеевич Либих разделил все эрогенные зоны у мужчин и у женщин на три уровня. Первый – уровень выше линии ключиц, спереди и сзади. Вторая зона – это ниже уровня ключиц и до спины или контериор-супериор. Ну, да, вот, до верхних костей тазового. Да, 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 правильно покажешь. Точно. Вот до сюда. Вот отсюда и до сюда. Все, что есть спереди, все, что есть сзади. И все, что ниже этой линии – это нижний уровень. Сергей Сергеевич Либих говорил, что снявший пальто, глидер не раздражают. Это о чем? Это о том, что нужно возбуждать эрогенные зоны сначала в верхнем этаже, а потом в среднем и в нижнем этаже. Это закон работы вот этих зон, которые есть. То есть это невозможно обойти, это нельзя нарушить. То есть если вы уговорили женщину комплиментами, но пренебрегли всеми другими эрогенными зонами и перешли сразу интроиду с вагиной, то есть к делу перешли, то вашей дамой не добежит никогда до оргазма. Вы, конечно, можете сбросить свое напряжение, но как бы только в гордом одиночестве. Понятно, да? То есть, ну это как номер телефона. Если вы хотите позвонить 317-45, а набираете 317-46, ну вы в жизни не попадете к этому абоненту. Да? Понятно. Ну чего хихикать? Это правда. И вот, дорогие мои дамы, вы должны знать свой эротический код. Ну, все 22 зон не работают. У каждой женщины свой собственный эрогенный ключик, код, ну как хотите. Итак, ну если вот вообще быстро-быстро говорить про эрогенные зоны, про верхний этаж скажу, потому что с них начинается настройка женщины. Говорят, что женщина, что скрипка. Как ее настроишь, так она и заиграет. Ну, значит, с чего начать? Ну, обоняние, да? Обоняние у женщин, у мужчин это более выраженная эрогенная зона. Недаром для мужчин придумана вся парфюмерная вот эта косметика, которая очень мощно работает на обонятельный анализатор мужчины. И не надо пользоваться кучей духов, потому что на этот анализатор очень мощно работает, запах чистого женского тела, разогретого. Но дальше, если мы скажем про глаза, ну что ж, женщина, да, глаза хорошо, но мужчины любят глазами, да. И вот наша вся мода и уровень там юбочки, да, и вот эта вся эта косметика, индустрия, улучшающая вид женщины, она тоже направлена на этот анализатор. Уши. Ну, женщине можно заговорить вообще даже зубную боль, а уж довести ее до оргазма, просто разговаривая и шепчать, тоже запросто. Но, конечно, у каждой женщины есть своя любимая, излюбленная зона, и поэтому, как вы выбираете, вы ищете сначала себя, а потом мужчину. Ну, есть правило, например, вы идете к нашим праздникам 23 февраля и 8 марта, идете покупаете духи. Мужчине вы дарите те духи, которые возбуждают вас, а мужчин должен вам подарить духи те, которые возбуждают его. Это тоже закон, который вот так работает. Если мы будем говорить о том, ну, вот есть кошачье место, да, тоже очень мощная штучка, потому что, в принципе, со всей поверхности тела вдоль позвоночника бегут нервные окончания в голову мозга и формируют доминанту оргазма. И здесь оно самое узкое место. Здесь концентрация всего и как бы, ну, даже покусывание или там что-то, оно как бы приводит к возбуждению. Вообще, вот для того, чтобы испытать оргазм, а мы ведь про это хотим-то в своей жизни, ну, уж одновременно и ладно, ну, хотя бы по очереди. То вот как бы надо знать это все, как работает в организме. Даже рука женщины, она тоже относится к верхнему этажу эрогенной зоны. И если вы вспомните времена Пушкина Александра Сергеевича, то там очень четко во всех таких интересных, ну, хоть маскарад возьмите, там перчатка имела место, да. Если на бал дамы собрались и мужчины подходят здороваться, если дама подала руку без перчатки, ну, как бы намек принят, и секс возможен, ну, хотя бы можно начать с общения. Но если дама подает руку вот перчатки, то как бы вот шансов у вас нет. Потому что на руке самые мощные, вот вчера Ваня использовал этот прием, и он вообще, да, он заловал руку дамам, да. Вот это вообще работает стопроцентно. Просто в наше время это не принято. Но межпальцевые промежутки – это очень мощные эрогенные зоны. И зона, сравниваемая иногда с клитором, это зона между, так, третьим и четвертым пальцем. Это проекция половых органов по сужоку. Ну, ну, как-то обратите внимание на это. Это может быть очень интересно. То же самое и на ноге. Но ноги относятся к нижним этажам эрогенных зон. Причем как у женщин, так и у мужчин. Но у женщин больше на руке, а у мужчин больше на ноге. В татарских национальностях есть такой обряд, да, ноги мыть и воду пить. Что-то за детерей. Ну, вот, хорошо, дальше. Ну, тут можно много говорить. Вот поцелуй, да. Давайте про поцелуй. Французы описывают в своих рекомендациях 160 вариантов поцелуя. Кому нравится проникновенный, проникающий поцелуй, кому поверхность, кому-то такой-сякой, всякий. Ну, 160 вариантов, это же много, да. Но секрет весь в одном. Что есть красная кайма губ, которая располагается между самими губами и слизистой полустерта. Вот эта линия максимальная концентрация эрогенных рецепторов. И их возбуждение приводит к очень мощной настройке к сексу. Вообще к оргазму. Они что-то у нас мало времени. Я про партеев, так как-то скажу. Сейчас про это еще скажу, потому что это невозможно обойти. Три минуты, хорошо. Есть замечательные числа. Вот это для мужчин. Значит, смотрите, какая штука. 312. Что это такое? Запомните. 312. Нет, это не номер квартир, где я живу. Это замечательная циферка, которая разбивает весь половой акт на 3 части. Смотрите. Период прелюдии 3 части. Период фрикции самого оргазма 1 часть. И период заключительных ласк 2 части. Вот как бы 312, да? Если половой акт идет 30 минут. 3 плюс 1 плюс 2, 6. 30 минут разделить на 6 частей. Величина одной части 5 минут. Значит, период прелюдии, ну, 3х5, 15. Заметьте, 15 минут это половина всего времени. А для чего это нужно? А потому что женщине нужно набрать максимально большое количество возбуждения. Потому что сейчас характеристики быстро настоящего оргазма. При оргазме дыхание у женщины не 20, а 44 в минуту. Давление не 120 на 80, а 160 на 100. Так, пульс у нее не 80-60, а почти 100. У нее, значит, клитор поднимается над поверхностью наружных половых органов на целый сантиметр. Естественно, соски тоже. У нее есть гусиная кожа. Она движется хаотично. Она в этот момент не скажет, как ее зовут. Она может кричать. Это явление называется аэрололия. Кроме того, до этого еще случилась люмбрикация. Это мощное отделение лимфы из влагалища. Это наполнение матки кровью в 3 раза больше от объема. Это сокращение оргазмической манжетки. Ой, блин, ну что там, я еще забыла. Короче, вот это все должно функционировать. И на это нужно 3 части. Понятно? Вот этого нужно всего добиться. И я вам не зря про эти 22 эрогенных зоны. Ищите добрящие, они у всех есть. Это железно. Только у всех разные. Но есть нюанс. С одним партнером работают одни зоны, а с другим почему-то другие. Ну, пробуйте. Значит, сам половой акт 5 минут. Вот это среднестатистические, конечно. Есть, да, сиские практики, когда это может длиться и 30 минут. Но это на любителей. Я вам про среднестатистические моменты. И вот хочу вот здесь вот, 2 части. Комистрический пример жениха приводить. Нет? Приводите. Приводите. Женщина пришла ко мне на прием и говорит, мне Николаевна, мне вообще вот хочу развестись с мужем. Я говорю, а что не так? Мне не нравится секс. А что в сексе не нравится? Ну, вообще не нравится. Вот она, например, вся кипит, кипит. Я говорю, так, подождите, у вас оргазм есть? Есть. Я говорю, да, есть оргазм. И не нравится секс. А что не так-то? Она говорит, вы знаете, я уже с мужем живу 12 лет. Он меня выручил вдоль и поперек. Вы знаете, у нас при лете длится 3 минуты. Потом я кончаю, а потом он отворачивается. И на счет 2 уже храпит. Меня не устраивает. Я говорю, а что не устраивает-то больше всего? Что быстро, побегаете до оргазма? Она, нет, это можно оставить. А что не устраивает? Ну, вот то, что он повернулся и храпит. Но меня бесит. Я говорю, что вы делаете в это время? Я встаю, наливаю ведро воды, беру швабру и начинаю делать генеральный борт. Ну, как бы, что делать-то, да? Вот как? А зачем это ей? Ну, ведь вот то, что я вам назвала, характеристики оргазма, это же надо как-то успокоить, чтобы она, ну, как-то хотя бы заснула, что ли, и уже перестала пыхтеть, как паровоз. Ну, для этого нужно вот 10 минут, как минимум. И мужчин должен помочь женщине спокойно. Он должен погладить или поблагодарить, или, ну, какие-то хорошие эмоции. Это такой прекрасный период. Ну, как бы его надо прочувствовать спокойно. Вот для этого, да. А как мы с Татьяной Владимировной были в Нижнекамске, мы пришли в клуб Бадыр, есть там такой спортивный комплекс, нам собрали тренеров, и мы начали вот про это число. Он говорит, блин, да я за 10 минут пол матча посмотрю. Ну, вот, короче, я вот про свою любимую тему могу, конечно, бесконечно говорить, но, тем не менее, я прям вам беком, ну, конечно, можно было бы про точку джи и про влажный оргазм, а, пять вариантов женского оргазма. Про трансферфактори, да. Да, вот, смотрите, вот про трансферфактори. Ну, ничего. Я встал. Так, ну, все быстро стали сильными. А ты меня больше не пустит. Никогда. 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 Никогда не пустит выступать больше. Сейчас я быстро отстреляюсь. Я надеюсь, что все в этом зале, 312, хорошо, я надеюсь, что все в этом зале знают все 13 продуктов. В принципе, вот из них мы комбинируем ту схему, которая нам дает энергию. Но вы же и без меня, наверное, знаете, что это Energy Go Sticks, это Протеев, это трансферфактор плюс. Ну, и можно реавиду еще добавить, она тоже крутая. Ну, если нам нужно что-то полечить, если есть простатит, если есть какие-то воспалительные архииты, пятидемит, ну, и масса там всего другого, то мы включаем противовоспалительную часть. Это я вам принципы говорю, как с этим бороться. Значит, если мы хотим противовоспалительную часть, то мы что делаем? Мы берем плюс, трай и вперед. Как вот Марина Таповна говорила, тройку, шестерку, девятку. А когда мужики там болеют, с простатитом можно пятнашку рубить, все пойдет хорошо. И эффект будет быстрее. Ну, если мужчин может себе это позволить. Ну, аллергии как-то к сексу. Ну, тогда вы знаете, что надо классику. Но все-таки эффекты я вам быстренько сказала. Про кардио я не буду. Energy увидели, Протеев увидели. Вот я вам сейчас прямо... Да, вот смотрите, при большом весе партнеров, если такое часто случается, фотографируйте, при большом сексе партнеры, вот мы даем влюбовочек обязательно, но делаем программу, при которой он снижает вес. Это и Берн по 4 капсулы, потому что секс это сравнить с борту, да? А мы знаем, что Берн 5 дней из 7 пьется, и он жиросжигающим, очень мощным эффектом обладает. Поэтому секс здесь прямо 4 капсулки Берна, и сил есть, и жир потеряете, и динамизм появляется. Все вот это вот, да? В соответствии, если партнеры кто-то из них с большим весом, то позиции на боку, к сожалению. Ну, или поздноездница, если да, дама маловесная, а мужчина большого веса и с большим животом. Но при малом весе, наоборот, мы всех кормим Протеевом, порции увеличиваем до 4 и несколько месяцев, вот, и Берн мы здесь, наоборот, не рекомендуем. Если снижены либиды и дисфункции, то женщинам с гормональной дисфункцией, со сниженым либидом мы рекомендуем БЛВИ, Протеев и Трай. Вот таким вот образом, от 3 до 6 месяцев. Ну, Марина Метафона говорит, что после 40, мы уйдем 9 месяцев, как отче наш, потому что это важно. Почему это важно? Я вам сказала, что либиды женщины формируются из эстрогенов. Вот в БЛВИ в нашем есть фитоэстрогены, и их много не бывает. Поэтому, пожалуйста, Трай, если, ну вот, по 1-2 раза в день, в течение 9 месяцев это профдоза, а если есть прям дисфункция, также берете 3-6-9-9, иммунитет образуется, получит высшее образование, разберется с вирусами и со всякими другими бактериями, и со всеми причинами заболеваний, передающихся полным путем, и будет вам счастье. Если есть эректильная дисфункция, конечно, это кардио, потому что кавернозные пещеристые тела являются продолжением сердечно-сосудистой системы. И все, что хорошо для сердечно-сосудистой системы, очень хорошо для эрекции. Поэтому, пожалуйста, кардио, плюс, протеев, энерджи, го, стикс. При воспалении, я вам сказала, Трай, плюс, протеев, и вот все вот это. Ну и формула здоровья какая? Вот она. Это последний слайд, да. Нужно, если есть действительно какая-то проблема в половой системе, лечащий врач не исключается ни в коем случае. Наши программы все вместе с ними, потом вы от тех уйдете, останетесь на наших трансферках. Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и фитнес, и гармоничное и экологичное взаимодействие со своей природой и окружающей средой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.